МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На улице Ершова мотоциклист погиб на месте. Расскажем, как подросток попал под колеса иномарки прямо у стен своей школы. И он сказал второму, давай рвай, он тут-то остался, друг. И раскроем секрет, как подозреваемый в мошенничестве уговаривал своих жертв расстаться с миллионами рублей. Показать, давай, не буду все спрессировать. Это не только в ближайшие 10 минут. 13-летний подросток попал под колеса иномарки практически у стен своей школы. Все произошло сегодня днем на улице Читаева. По словам очевидцев, мальчик был не один, стоял у светофора вместе со своим другом. И в какой-то момент просто рванул прямо под колеса машины. Динара Камалова была на месте происшествия. Тут-то остался друг, а он рванул. Выбежал на дорогу, а через секунду оказался под колесами вот этого автомобиля. Александр Курпатов, водитель Тойоты, поясняет, что появление подростка на дороге для него было полной неожиданностью. Пешеходам горел запрещающий сигнал светофора. И в ожидании зеленого света на тротуаре по улице Читаева собралась целая толпа. Но одному из подростков, предполагает мужчина, видимо, надоело ждать. И школьник с рюкзаком наперевес выскочил на дорогу. Из-за машины, которая меня пропускала, он выскакивал у меня уже на капоте. Ну, я тормознул, а что, если он уже на капоте-то, что там тормозной путь-то, вот. Он бегом. Они стояли вдвоем, и женщина с ними, вот она показания дала. И он сказал второму, давай рванем. Мальчика сбили рядом со школы, где, собственно, и учился пострадавший. Вместе с товарищем подросток после урока возвращался домой. Только оказался он в больнице. Дождаться зеленого света он не захотел. И выбежал на дорогу прямо перед машиной. Прибывшие медики осмотрели ребенка, и с переломом ноги мальчик был госпитализирован в ДРКБ. Степень виновности каждого из участников дорожно-транспортного происшествия будет определена по окончанию административного расследования. Повреждение собственного автомобиля, рассказывает водитель иномарки, его сейчас волнует мало. Больше переживает за здоровье мальчика. Хоть и не мог избежать наезда, но просто так забыть об этом, говорит, не может. Динара Камалова, Алла Рыкова, Константин Бушуев. Вызов 112. Моментально погиб водитель мотоцикла, столкнувшийся ночью с Hyundai Solaris на улице Ершова. Момент трагедии был запечатлен видеорегистратором автомобиля, в который врезался 25-летний байкер. На съемках видно, что он в какой-то момент выехал на полосу встречного движения. Избежать столкновения 20-летний водитель иномарки не смог. У него просто не было на это времени. Мотоцикл влетел в левую сторону Hyundai. Минимальная экипировка байкера не смогла защитить его от смертельных травм. Очевидцы утверждают, что скорость мотоцикла была очень большой. По предварительным данным, водитель Hyundai сел за руль не своей машины и без водительского удостоверения. Все детали происшествия сейчас выясняются. Рено Логан и Санг Йонг столкнулись с минувшим вечером на посечении улиц Адели Куту и Красной Позиции. Рассказывая, как так произошло, оба водителя отметили, что ехали на разрешающий сигнал светофора, не превышая допустимую скорость. Несмотря на серьезный удар, никто из участников аварии не пострадал от полученных травм. Их уберегли сработавшие подушки безопасности. Серьезная авария произошла сегодня рано утром в Верхнеуслонском районе на трассе Казань-Ульяновск. Там столкнулись внедорожник Toyota и Газель с номерами Чувашской республики. После столкновения иномарка вылетела с дороги и остановилась в кювете. Внедорожник превратился в груду металла. Однако его водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля. Прибывшие врачи скорой, осмотрев мужчину, решили его госпитализировать. Но от госпитализации он отказался. Нижнекамский городской суд рассматривает дело нижнекамца, который подозревается в многомиллионном обмане своих же сограждан. Уголовное дело насчитывает пять эпизодов. Суммы, которые пострадавшие отдали мошеннику, варьируются от 150 тысяч до 6 миллионов рублей. Айрат Назипов узнал, чем заманивал злоумышленник в своей сети пострадавших и как уговаривал их расстаться с такими крупными суммами. Среди потерпевших эти две женщины. По их словам, одну мошенника обманул на 700 тысяч, другая называть сумму не стала, поскольку деньги она получила назад. Я не была на заседаниях, я владею не растут. Он не терпевший, но этот, он мне деньги вернет. Но так было не со всеми. Рассказывать о своих действиях в присутствии журналистов подсудимый отказался. Показать, давайте будем все с прессом. Выгрожайте. Согласно уголовному делу, в одном из случаев мошенник обманул мужчину, который платил кредит за машину. Оставалось нести 500 тысяч. Злоумышленник действовал так. Сказал, что у него в банке есть хорошие знакомые и нужно заплатить всего 10 тысяч. Тогда кредит будет погашен. Затем просил еще 20, еще и еще. В итоге потерпевший отдал в общей сложности 600 тысяч рублей, так и не погасив кредит. Следователи выяснили, что иногда мужчина заходил в магазин и спрашивал продавцов, кто платил ипотеку. А дальше по проверенному сценарию говорил про знакомых и возможность уменьшить сумму. Естественно, за умеренную плату лично ему. В итоге одну женщину обманул почти на 6 миллионов рублей, другой на 1,4 миллиона. Были и ущербы поменьше. У кого 600 тысяч, у кого 700. Всего в деле насчитывается 5 эпизодов. И не все пострадавшие смогли вернуть свои деньги. Айрат Назипов, Светлана Шумкова, Ренат Харасов. Вызов 112. Наркотики в приложении к влажным салфеткам. Запрещенные вещества были обнаружены в личных вещах визитеров, что пришли на свидание к осужденному в колонии в селе Дигитлима Мадыжского района. Спрятанный сверток среди предметов личной гигиены сотрудники колонии нашли в ходе тщательного досмотра жительниц Зеленодольска и уроженца Буинского района. Экспертиза показала в свертке марихуана. После полицейским удалось выйти на человека, который собрал такую посылку. Им оказался житель Зеленодольска. Он признался, что спрятал наркотики в личных вещах родственников осужденного для дальнейшей передачи. По данному факту возбуждено уголовное дело. Больше килограмма гашиша обнаружили сотрудники автоинспекции одного из пассажиров автобуса, остановленного для проверки на контрольном посту. 28-летний мужчина, житель Башкирии, стал заметно нервничать, что и вызвало желание полицейских проверить его вещи. В его сумке обнаружили 11 брикетов. Как позже выяснилось, там был гашиш. Рассказал, что наркотики купил в Санкт-Петербурге и хотел доставить их в Нефтекамск. Подтолкнуло на это отсутствие постоянной работы. Мужчину задержали, предложили пройти тест на наличие наркотиков в крови, но он отказался, за что и был приговорен к пяти суткам административного ареста. Также в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На время следствия он заключен под стражу. Как бороться с мусорщиками на дороге? Чем удивить полицейских, находясь в наручниках? И какие развлечения выбирают себе жители затопленного города? Ответ на эти вопросы вы получите в рубрике «Сплошные проколы». Боролся с мусором в буквальном смысле. Мотоциклист, на чьих глазах произошло то, что он посчитал для себя неприемлемым, решил исправить ситуацию своими руками. Он бросился в погоню за молодыми людьми, которые выкинули пакет с отходами и тут же уехали. Догнав грязнуль, он сделал то, чего они явно не ожидали. Братуш, вы ничего не забыли? Ничего, ***! Сами! Это лишь начало нашумевшей истории, произошедшей в США. Арестованная девушка, сидя в полицейской машине, моментально придумала план побега. Освободившись от наручников, она угнала автомобиль, пока люди в форме находились на улице. Впрочем, сдаваться полицейские также не собирались. Остановить гонщицу попытались сразу несколько экипажей. Спустя некоторое время девушка не справилась с управлением и вылетела на обочину. После задержания ей предъявили новые обвинения. Кому катастрофа, а кому праздник живота. В затопленном городе Хьюстон, в штате Техаса, местный житель устроил рыбалку прямо у себя дома. Зачем куда-то идти за едой, когда она сама плывет в гостиную? С таким девизом мужчина выловил очередную порцию ужина, чем и заслужил восторженные овации своих домочадцев. Сергей Хайдаров, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать обо всех происшествиях. Вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или же в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эдар Гумеров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин